Детский психолог Что касается темы сегодняшней встречи, то это педагогическая коррекция психосоматических расстройств у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Для того, чтобы просто понять аудиторию, я бы хотела уточнить, кто из вас работает в дошкольном учреждении. Сегодня день инклюзии, поэтому понятно, да, часть все-таки может быть школьников, да. Скажите тогда, кто из вас непосредственно работает с детьми, то есть я имею в виду воспитатели, ну или психологи, то есть я имею в виду не административный персонал, ну в общем максимально, да, спасибо большое. Ну в таком случае надеюсь, что мы действительно сегодня сможем обменяться какими-то профессиональными наблюдениями, ну и в общем-то выработать определенную канву, что собственно делать и как можно скорректировать данное расстройство. Значит, ну это пару слов обо мне. Я могу сказать о том, что я занимаюсь развитием познавательной сферы детей, как специалистами я веду, да, и занимаюсь работой именно с психосоматическими нарушениями у детей. Поскольку, повторяю, что очень одно от другого зависит, то соответственно есть прок, скажем так, научиться, или во всяком случае научиться разбираться в этой проблеме людям, которые работают в полях. То есть я имею в виду непосредственно осуществляют уход и присмотр за детьми, знаете, как сейчас это принято теперь говорить, да, или люди, которые, собственно, ведут, условно говоря, там, локопеды, да, работу по развитию также познавательной сферы, речевой сферы, но при всем при этом сталкиваются с определенными сложностями. В свою практику специалист, я имею опыт и обучение, соответственно, стажировки в разных учреждениях, там стажировка в Англии, стажировка в Израиле, соответственно, это была клиника, например, если мы говорим про Израиль, где я работала по курсу работы с гиперактивными детьми. Поэтому, скажем так, материал, который сегодня я буду давать, он достаточно, на мой взгляд, практичный, да, а дальше уже посмотрим. Значит, что мы знаем о болезнях вообще? Какие бывают пословицы? Слышали? Доброе сердце лечит, а падший дух сушит кости. Если ты не перестаешь, не перестанешь повторять все, что будет хуже и хуже, есть шанс стать пророком, да? Значит, несчастливый человек оказывается мишенью самых разных болезней, заболеваний, да? Мне очень нравится, вот Вольтер, да, значит, говорит, искусство медицины заключается в том, чтобы развлечь пациента, пока природа занимается лечением болезни. То есть это вообще, ну, как бы, не официально, скажем, медицина, да, в данном случае. Хотя, с другой стороны, вот мы сегодня с коллегой как раз в перерыве обсуждали, да, что наша современная медицина, в общем-то, теперь больше тоже занимается развлечением. Хорошее высказание Фаина Равьевской, да, что если пациент очень хочет жить, то врачи бессильны. Ну, и, в общем-то, наше с вами утверждение о том, что если вы видите больного ребенка, вы, в общем-то, как педагог, да, знаете, что лечить нужно маму. Слышали об этом? Согласны? Да, это, в общем-то, в основном действительно так, потому что, собственно, все начинается с семьи, все начинается с матери, с близких, в общем-то, отношений. Что касается таких известных моментов, знаете, есть болезнь, а есть ее проявление. Ну, вот, наверняка помните эпизод. Звук. А звук, вы видите, от нас, говорят, не зависит. А у нас там... На голову жалуются. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит. Мудро. Откушать просим, доктор, чем Бог послал. Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче. Ну, помните эпизод? Ипохондрия мается, помните? Ипохондрия есть жестокое любострастие, которое содержит в непрерывном печальном положении. Тут медицина... Который держит в печали ум, помните. Ну, к сожалению, видите, мы просто, готовя презентацию, думали о том, что, ну, технические вопросы, как правило, решены, но не рассчитывали, что здесь другая система со звуком. Но, тем не менее. Значит, что мы говорим про статистику? К сожалению, наша культура сейчас, ну, во-первых, разрешает болеть с той точки зрения, что действительно и мы можем взять больничный, да, и, в общем-то, с ребенком посидеть. То есть я могу сказать, что есть, конечно, разные профессии, где это возможно, если человек просто себя ограничивает. Но, по большому счету, конечно, мы стали болеть больше. Но если мы говорим о детях, то, в принципе, есть жесткая статистика. Причем, готовясь к сегодняшней встрече, я обратила внимание, что, допустим, белорусы дают примерно такие же проценты, да, процентное соотношение. Значит, Иркутская область, если я говорю, какой-то регион России тоже дает. Поэтому, в принципе, я считаю, что вот процентное соотношение, оно действительно, ну, соотносится с правдой. Да, если мы говорим, что на первом месте по первичной заболеваемости у детей, то есть чем дети болеют, да, впервые или часто, да, в данном ситуации, то это болезни органов дыхания. Это более 60%. Согласны с этим? Сопли, кашель – это первое, что, собственно, вы встречаете, приходя на работу, да, соответственно. Соответственно, как только вы заболеваете, у вас с вами тоже происходит примерно то же самое. Если мы говорим о том, что можем проследить тенденцию, то тенденция, в общем-то, знаете, как говорят, две новости. Одна хорошая, другая плохая, да. Плохая в том, что вот кривая заболеваемости, посмотрите, да, она все растет и растет, растет. Причем в эту кривую не вошли как раз бронхолегичные заболевания. То есть они резко возросли. То есть это статистика с 2000 по 2010 год, то есть вот период. Да, но есть новость еще хорошая, слышали? Из этой статистики ушли глисты. С той точки зрения, что перестали встречать, ну, в общем, минимизировались, да, процессы. То есть вроде бы как в чем-то есть приятная новость, да, что в чем-то плохой. Да, вы слышали на самом-то деле, что дети, которые, собственно, заболевают, они не только друг от друга перенимают эту болезнь, они, собственно, имеют такое вот состояние определенное, да. То есть я просто, что хочу сказать, что существует такой анекдот о том, что висело в поликлинике объявление о том, что перед приемом врача просьба не делиться впечатлениями, поскольку это затрудняет постановку диагнозами. То есть симптомы передаем друг другу. Поэтому через какое-то время мы можем болеть, знаете, коллектив, да, болеет одной и той же болезнью. Да, поэтому если мы говорим про статистику, то она четко, да, указывает, что это все-таки бронхологичные заболевания. Желчно-кишечные, да, вот все эти отношения, ну, в смысле заболевания, болезни эндокринной системы, да, органов пищеварения примерно такие же, да. Значит, а дальше, соответственно, мы уже будем говорить о том, что реально встречается. То есть просто могу сказать вчерашнюю ситуацию, слышала, да, о том, что, вы знаете, говорят, в детских садах воспитатель специально открывает окна. Вы знаете, я думала, что эта шутка осталась в советском времени, вот когда, собственно, это было. Вчера, называется, сами слышали, да, о том, что родители делятся впечатлениями. Почему? Потому что в таком случае есть возможность оставить ребенка дома, да, есть некое обоснование, почему его можно не водить детей в детский сад. Потому что сам процесс адаптации в детском саду достаточно затруднен. Сейчас многие говорят о том, что не хватает места, это правда, но, с другой стороны, вы наверняка можете подтвердить, что ребенок числится в учреждении, но посещает крайне нерегулярно. Опять же, иногда говорит, ставьте, что мы пришли, или говорим о том, что нет, мы на больничном очень долго сидим, да, это все говорит о том, что ребенок дезадаптирован. Если мы говорим про проявление дезадаптации, то это вот самые видимые моменты, да, нарушение дисциплины, Вася, не балуй, конфликтность, Вася, ты опять Сережу ударил, да, тревожность, да, Вася все время в каком-то состоянии, таком дрожание, переживание, слезливость, да, вот находится, что-то у него не так. Искажение в личностном развитии, сейчас, кстати, это тоже чаще стало встречаться, то есть не могу сказать, что диагноз психиатрия, да, но во всяком случае со всеми измененными сознаниями чисто приходится встречаться сейчас чаще. Болезненность, вроде бы как Вася, то ходит, то не ходит, когда приходит, вроде бы ничего, но потом резко может не приходить. Так я что хочу сказать, что вот болезненность не зря входит в систему дезадаптации. Дело все в том, что есть какие-то видимые проблемы, а есть невидимые, по большому счету, потому что есть на что их, в общем-то, перенести. А если мы говорим про саму болезненность, про проявление психосоматики, то, по сути, это симптом того, что ребенок не справляется с требованием жизни. То есть он не может их принять, он не может их прожить, он не может их должным образом проиграть, отреагировать и так далее. В силу этого, собственно, да, он сваливается, в общем-то, в болезнь. Но повторю, что не всегда говорим о том, что это проблема, ну, вроде такой Вася, знаете, такой хилый, такой монетет у него плохой и так далее. Поэтому не будем подробно разбирать, я просто, ну, поскольку тема заявлена, да, должна сказать, что существуют разные расстройства, и, собственно, классификаций много, но все сходятся, естественно, вот, не то, что естественно, во всем случае сошлись, примерно такой. Значит, существуют психосоматические реакции, но если на примере детей, то, условно говоря, сильно испугался и описывался, и ничего. Ну, понимаете, да, поменяли штаны и побежали дальше. В принципе, ничего такого там не происходит. А дальше именно психосоматические нарушения. Конверсионные синдромы, это, соответственно, ну, помните, там, из серии того, что Фрейд изучал, да, там, соответственно, там, слепота, глухота, да, когда я не вижу. На самом деле, знаете, вот шутка-шутка, инстероидный тип, естественно, встречается не только у взрослых, а у детей, и бывают такие представления, да, из серии того, что вот я там хуже слышу, я хуже вижу. Есть такие проявления, и, к сожалению, вот могу сказать, что чаще с этим можем сталкиваться в последнее время. Функциональные синдромы, телесные проявления, сопровождающие аффект. Это из серии того, что, знаете, напакал себе грыжу, да, то есть, или, допустим, когда сильно плачет, у него там, не знаю, рвота начинается, да, то есть, это вот симптом, который проявляется в процессе какого-то там, ну, переживания в данном случае. Ну, и классические такие психосоматозы, это, ну, семерка, да, по Александеру, это вот все такие классические именно болезни, да, что имеется в виду артриты, да, с артрозами, это все там кардиопроблемы и так далее, ну, в общем, медицинские, да, все наши направления. Ну, и сюда стали сейчас причислять, естественно, да, раковое образование, новообразование, так как доброкачественное, так и злокачественное, ну, и, соответственно, все остальные проявления, в частности, гиперактивность детей, да, то есть, тоже как нарушение вегетативной, да, системы, системы торможения и возбуждения у ребенка. Значит, я вам могу сказать, что если мы говорим о том, что вроде как это к нам не относится, опять же, наверняка меня там кто-то поддержит. Я смотрела статистику по инсультам для, у детей до школьного возраста, то есть, в каждом, каждый год более 120 случаев в Москве только, то есть, это инсульт, который регистрируется, да, а бывают же ситуации, которые еще не регистрируются. Это, что касается малышей, то есть, сейчас я чаще стала видеть детей, знаете, как-то анамнезирак, да, то есть, это может быть разная сетчатка глаз, это может быть там разные проявления, но, тем не менее, это, к сожалению, стало встречаться гораздо чаще. Значит, и если мы говорим о том, что относится именно в дошкольном возрасте к психосоматическим расстройствам, то циклическая рвота, рвет его, когда он идет к вам в детский сад. Анорексия булимия, этот не может наесться, это, соответственно, не ест ничего, и то, и другое для всех проблема. Отказ отживания. Сейчас, во-первых, вообще тенденция не давать ребенку, там, сушки, печенье и все остальное, привет логопедам, да, когда, собственно, артикуляционный аппарат, ну, не готов, да, для того, чтобы хотя бы как-то формулировать звуки во рту, я имею в виду, да. А что касается отказа отживания, такая инфантилизация ребенка, это просто действительно как реакция, проявление. Энурез, анкопрез, запор, то есть, понятно, боли в животе, боли не выясните этиологии, сегодня болит ручка, завтра болит ножка, завтра еще что-то болит, мама обследует, а ничего не находит, к сожалению, действительно проблема. Обмороки, гиперактивность, да, апатия, это синдром хронической усталости у детей, да, то есть, астения такое в данном случае. Тики, заикания, астма, бронхит, как мы сказали, религирующие, да, хоть она у меня не в первом списке. Нейродермиты, страшные случаи, я не знаю, вы видели последние, что называется. Раздирают дети себе все, щеки, то есть, это не просто румяный малыш, знаете, который там апельсины мама съела, да, и вот на молоко, что называется, казалось. Нет, это абсолютно корковые уже такие вещи. Ожирение, которое у наших детей, ну, в принципе, у всех, я бы сказала, но тем не менее, да, соответственно, преобладает сейчас, да, то есть, если брать там статистику, там, 10 лет недавности тоже изменения произошли. Нарушение сна и серии того, что не спит, а есть дети, и я таких тоже сейчас вижу, да, которые, наоборот, не выходят из состояния полудрема. Кстати, опять же, вот для тех, кто там посещал наши курсы, я просто некоторых встречала наших, гиперактивность, да, мы говорим о том, что бывает ребенок гиперактивен, но у него в профиле возобладал альфа-цикл, о, господи, альфа-ритм. Да, значит, и вопрос в том, что ребенок постоянно вроде бы как находится в таком коматозном состоянии во сне, так что это тоже есть. Лихорадка, язвы и так далее. Но у меня вопрос, это болеют дети, мы вроде как сегодня должны говорить про детей, да, но у меня вопрос, вы же педагоги, вы же люди, которые занимаются помощью, да, вы же, собственно, несете ответственность за детей. Вы-то чем-то болеете? Да? Ангина, танзелит, у кого? Бронхиальная астма, нейродермит, из Сирии я вся обчесалась, язва, сами знаете, синдром усталости, булимия, анорексия, это наша женская, прям скажем, да, бессонница, мигрень и так далее. В общем-то, я могу сказать, вы это, находите отличия? Практически нет. Вы знаете, как бы, как бы ни говорили, да, что касается всех психоматических нарушений, у детей все формируется, у взрослых уже закреплена реакция, да, закреплены определенные там структуры. И, ну, в кавычках, естественно, возьму, лечение и, соответственно, восстановление, реабилитация, как хотите, да, со стороны детей, со стороны взрослых примерно одинаковые структуры. Почему? Потому что в одном случае не допустить формирование, да, или скорректировать какие-то моменты, а у взрослых, естественно, вернуться для того, чтобы проработать какие-то трудности, сложности. Значит, источники. Скажу быстро, поскольку, ну, сегодня не совсем тема, хотелось бы к практике больше, да. Значит, внутренний конфликт. В основном это конфликт между хочу и должен. Сами понимаете, что у нас сейчас в культуре происходит, да. Мальчик сидит в замкнутом пространстве, Вася, условно говоря, да, малогабаритная квартира, я ему говорю про малыша. Вася, не лезь, Вася, не ходи, Вася, туда не это и все остальное. Бывает наоборот, да, мама, соответственно, избегающего типа, мама не хочет уделять много внимания, и Вася наоборот излезает. То есть я к тому, что больше складно проявляться крайности, ну, соответственно, возникает. Ну, у кого их нету, согласитесь, да, только есть ситуация, когда, ну, надеюсь, что это называется нормой, да, когда человек справляется или ребенок справляется с этим, с ситуацией фрустрации, как говорят психологи, а тот, кто не справляется, может получить, что называется, на органику, скажем так, наложение. Эффект внушения. Этой серии того, что, ой, слушай, так у тебя же уши болят, ты же у меня такой болезненный, ты же у меня, да, так устаешь сильно. У нас вот там тоже в центре ребенок выходит, 20 минут отзанимался, у него как часы, знаете, вот, практически, 3,5 года, он, 3,5, он выходит и говорит, я уже устал, да, а бабушка радостно его забирает, говорит, да, 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 он так устал, так устал. То есть не потому, что бабушка плохая, поймите, да, но вопрос в том, что ему бабушка рассказала, что он должен устать ровно через, там, 20 минут, да, о том, что у них свободная игра и то, что, в общем-то, это не та ситуация, когда, знаете, стоит закончить процедуры, нет, конечно. Органическая речь, мы сегодня поговорим об этом, но этой серии того, что у меня голова идет крюгом, да, как современная молодежь говорит, мозги вышибает. Вот это все тоже высказывания, которые накладываются. Идентификация, то есть в данном случае, опять же, при нарушении семейных структур, к сожалению или к счастью, но тем не менее, наши дети, естественно, хотят походить, да, или быть ближе к кому-то. Это достаточно серьезная идентификация, и, соответственно, если это человек-бабушка, понимаете, да, бабушка ходит, она просто, она про бабушку, вот я про конкретный случай, да, она действительно сильно в возрасте женщина, то есть ей там сильно за 80, да, маленькому ребенку там около 4 лет, но он же так же хрехтит, когда садится, он точно так же, да, но через какое-то время тоже вот проявление возможно. Значит, самонаказание, то есть психосоматика, по сути, это всегда наказание себя через боль, да, то есть признание, но чувство вины, согласитесь, что практически у всех преобладает, всегда есть что вспомнить, да. Болезненный опыт прошлого, в данном случае, если мы говорим про военные действия или там изнасилование и так далее, это одно, то есть действительно организм не в состоянии, как Малкин и Пыг, да, Ирина Германовна говорит, прожить все это, да, и, соответственно, происходит вытеснение. Но если мы говорим про детей, то в данной ситуации, при невыстроенной семейной ситуации, если, допустим, мам с папой развелись, это может быть действительно конец света для ребенка. Всего того, что при разводе до школьного возраста ребенок склонен, да, просто по психологии, что называется, брать вину на себя, то, пожалуйста, мы получаем болеющего ребенка, а он начинает, когда он болеет? Когда мам с папой развелись, собственно, вот пусковым моментом. Ну и вторичная выгода. Звучит красиво, я хочу сказать, что, конечно, многое завязано на это. Это дает возможность разрешения идти от трудностей и неприятной ситуации. Ну в нашем случае, условно говоря, заболеть перед самым ответственным моментом, да, то есть и заболеть же все болит, ведь правда, да, но момент просто очень ответственный. Возможность получить необходимую заботу, современные дети, получить ласку от дистанционной, там, какой-то мамы, да, мама какой-то, не знаю, в компьютере сидит, иным способом ребенок не способен, да, например. Или, допустим, когда там нейдридермит, она его мажет, да, она, соответственно, все-таки как-то телесно, скажем так, к нему относится. Условия для перераспределения энергии, ну, это серии дать себе возможность отдохнуть, да, то есть, опять же, та же Ирина Геннадьевна говорит, что это вот очень стройный профиль для всех бронхиальных, да, всех простудных заболеваний. Стимул переоценки себя как личности, и серии «все меня достало», да, и вот, знаете, как, условно говоря, не дай бог, но там подвернуть ногу, сломать ногу, понимаете, да, в это время человек вдруг понимает, что пора менять профессию, или пора написать книжку, или пора еще чем-то заняться, да, то есть что-то происходит, такой, вот, знаете, рост. Убирает необходимость соответствия высоким требованиям. Здесь, причем, знаете, как требования могут быть не со стороны окружения, а со стороны меня самой, да, то есть я сама себе такую высокую планку ставлю, и я должна ей соответствовать. Но, понимаете, организм, когда включается, говорится практически нереально, вы же понимаете, да, на какие-то уступки он может идти, но только до поры до времени. Потом он скажет все свое мяу по этому поводу. Значит, если мы говорим про формирование мира малыша, а, опять же, я отношусь к вам, вы уже люди взрослые, и у вас тоже есть, ну, наверняка там подорвенное здоровье, прям скажу. Профессиональные какие-то заболевания, и они, в общем-то, могут иногда, извините, мешать жизни. То есть аналогия явная здесь. Значит, формирование модели мира малыша, да, происходит где-то, понятно, до шести лет, и, опять же, если вы понимаете, то, знаете, как толстой, да, до пяти лет, да, и все, кто там после трех уже поздно, там, ну, можно вспомнить разные цитаты, но вопрос в другом, то есть, что мозг действительно дает, ну, развивается, и дает структуру реагирования на какие-то стимулы современного там требования этого мира, и, я имею в виду, моральные, и физические, и тепловые, какие хотите, до, там, раннего возраста. А дальше, соответственно, все это экстраполируется, разрастается и прочее. И как, опять же, говорит Ирина Германовна о том, что доступа к этой системе, к сожалению, нет, приходится работать уже потом с проявлениями. И поэтому у ребенка, вот если мы говорим про малыша, важно не допустить этого. И поэтому, как он пройдет свои, вот, стадии в развитии, очень важно. Когда вы получаете ребенка в трехлетнем возрасте, знаете, что он уже прошел определенную стадию, ну, это понятно, да? Значит, как минимум он уже знает, как получить то, что он хочет, да? Знаете, как мне говорила одна знакомая, ей проще дать, чем, собственно, слушать ее вопли, да? Это, ладно, если получить. Но получить не физически иногда, а морально, да? Внимание к себе. И если ребенок понял, что можно болеть, или ему сказали, что есть такой способ, ну, сказали, опять же, да, дали понять, обустроили ситуацию таким образом, то, в общем-то, вы получите действительно часто болеющего ребенка. Я имею в виду себя на работе в группе. Семейные роли. Ребенок может выполнять, да? Вот, как я сказала, при разводе с родителями, ну, это классика, да? Поэтому, в данном случае, ребенок может на себя это дело как-то оттягивать. Семейный сценарий. Это имеется в виду, вот, опять же, преодоление принуждений и запретов, или идентификации серии того, что болеть – это здорово. Привязанность. Мы говорим о том, что, ну, это вот Болби и прочее, да, направление. Ньюфилд, значит, о том, что есть, как бы, разные типы привязанности, но наш современный мир, к сожалению, идет к тому, что, ну, меняется структура, скажем так, недостает детям, да? Я вам, вот, тоже коллеге сейчас рассказывала, столкнулась с тем, что не то, что прям, меня это поразил случай. Буквально, ну, вот, где-то месяца два назад мы встретились с семьей, значит, мама с папой развелись, ребенку на тот момент было восемь месяцев, и ситуация какая, то есть папа очень хотел ребенка, соответственно, вся его семья очень хотела продолжать отношения, но мама не выпускала ребенка извне, и поэтому встречались только на ее территории. Все достаточно разумно, не могу сказать, что, ну, опять же, как, ситуация, что развод там был каким-то очень, там, резким, громким и так далее. Но когда в полтора года уже ребенок окрепо взрослел, вы стали брать в семью бабушки с другой стороны, бабушка и до этого приезжала, да, но тем не менее, выяснил, что, по сути, малознакомую тетю Иру, у которой, собственно, там, сестра папы, да, она стала называть мамой. Все вздрогнули, потому что, ну, как же так, девочка живет с мамой, с рождения, с бабушкой со стороны мамы, с дедушкой со стороны мамы, они живут, понимаете, никаких там других, нет. И когда они приехали к нам на консультацию, девочка действительно в год-то восемь, она очень неплохо говорила на тот момент, да, ну, сейчас понятно, что стало еще лучше, но вопрос в другом, то есть она высказывала свои, там, мысли, то есть она очень хороша была, но дело в том, что она меня называла мамой, нашего администратора мамой и бросалась. Вот для меня это, ну, такие достаточно, понятно, что серьезные ситуации, согласитесь, да, проживая всю жизнь с мамой, называть взрослого, чужого человека мамой, ну, что-то пошло не так явно, да. Поэтому, конечно, вот ситуация адекватной привязанности, она вот хороша, да, она реагирует на потребности ребенка, причем не то, что мне надо его запеленать, мне его что-то надо, да, то есть, знаете, как хорошо учиться, это нужно, чтобы и мама хорошо, мне маме надо, чтобы я хорошо училась, да, а ребенку совершенно нужно другое. Так и здесь, то есть, если маме нужно ухаживать, это совсем не потребности ребенка. Ну, вот это может быть все-таки адекватный способ. А дальше тревожно-амбивалентный, это серия того, что сегодня так, завтра так, потом я не знаю как, но, может быть, как-нибудь сам рассосется, и вот как-нибудь где-нибудь. Значит, избегающие, это вот, знаете, ситуация такая, я не знала, что так сложно, лучше, чтобы оно как-то само. И здесь вот холодная дистанция вот в этом отношении. И дезорганизированные, в том числе, включающие насилие как психологическое, так и физическое, да, и серии того, что хлопню, шлепну, поставлю в угол и так далее. То есть, это все, к сожалению, сказывается. И вот из этой модели мира, да, соответственно, выявляются вот такие вот особенности. Причем, знаете как, опять же, вы вспомните коллегу, которая всю жизнь надоела, да, которая там не знает и болеет часто, и, знаете, как называется, синдром эмоционального выгорания, все признаки, да. То есть, я думаю, что взрослый коллега вот примерно по тем же критериям будет. А если вы посмотрите на ребенка, в общем-то, то же самое, да, то есть, в этом отношении. Почему так? Потому что мы, в общем-то, находимся в разных отношениях. И в частности, опять же, ну, это Берновские, да, отношения, мы часто находимся в треугольнике. Значит, смотрите, мы с вами люди, помогающие профессии. Мы с вами выбрали эту профессию, ну, в целом, да, то есть, если не только там мама сказала поступать туда, да, а в основном из-за гуманистических каких-то представлений, да. И гуманистические представления я буду помогать детям, взрослым, да, туда ходят, входят разные категории профессий, но в частности, педагоги, воспитатели, там, психологи и прочие, да, специалисты, они обычно хотят спасать. Логично? Да. Соответственно, если мы говорим о том, какие у нас строятся отношения, допустим, в женском коллективе, да, то есть, мы тоже пребываем в этом треугольнике. Что имеется в виду? Для этих отношений свойственно три роли, да, преследователь, сила и злость, типа, всем сейчас дам, да, жертва, бессилие, сострадание, да, на продажу усилия того, что я кому-то жалюсь, я должна от этого вот получить вторичную выгоду. И спасатель, который, собственно, с такой материнской заботой. То есть, если вы поймете, да, что одна коллега жалуется на другую, третья обязательно должна поддержать. Но принцип отношения того, что они потом меняются ролями. Если мы говорим про детей, опять же, классика, да, Мария Степана, Вася меня толкнул, да. Мария Степана что делает? Начинает ругать Васю. И что в это время происходит? И спасатель, она превращается в преследователя. Правильно? А Вася, до этого был преследователем, стал жертвой, да. Но жертва, тот мальчик, условно, девочка, который сказал, что Мария Степана, он меня сейчас это толкнул, да, он может сразу спасателем быть. Почему? Потому что он, собственно, может пожалеть, и они там вступят в коалицию против злой тетеньки-воспитательницы. И так далее. Это, конечно, примитивно, с той точки зрения, что это классика. Другое дело, что, конечно, могут быть там разные нюансы. Но принцип такой, что роли постоянно меняются, и быть в этих отношениях всегда достаточно комфортно, но очень выматывающе. Если вы понимаете, да? И если говорим про психосоматику, то обычно это человек, который жертва. То есть о жертве мы становимся чаще. Вот буквально пару слов про сказку про золотую рыбку. Слышали такую сказку? Да? Вот у меня вопрос. Бабка там кто? Преследователь. Ну, в общем, зануда и так далее. Дед у нас жертва. Ну, золотая рыбка – спасательница. Но если мы посмотрим поглубже, с точки зрения детализировано, то есть понятно, что роли не сильно изменятся, но мы вдруг можем понять следующее, что бабка-то с деткой живут сколько? 30 лет, там, 3 года и так далее. Он все время ходит, ловит рыбу. Он раз, как бы, закинул невод, ничего нету, да? Еды не будет. Второй раз опять еды не будет, да? А когда он поймал рыбку, он хотел ее отпустить, помните? Оставить без обеда, без ужина свою любимую жену, да? Потому что она его изводит, а он ей таким образом, извините, мстит. У них своя песня, у них свои отношения, но все-таки появилась рыбка и начинает, да? Дед, в общем-то, мог же отпустить, остановить ситуацию в любой момент, согласитесь. Отпустить и сказать, что, знаете, весь список знаю, будет хуже, плыви, дорогая, да? Или сказать о том, что вот давай вот на том остановимся, а дальше пусть уже решает, да, сама выбор, да? В любом случае, или бы он купировал, что называется, проявление, или бы он начал решать дед, я имею в виду, да? Конструктивная ситуация. Дед не стал решать ситуацию, но кто крайне-то оказалось? Да ладно. Бабка осталась на своих бабах. Ну, как бы, что было, то осталось, да? Помните, уплыла рыбка, да, только хвостом вельну, обиделась страшно. Представляете себе, да? То есть, если вы себя с коллегой представляете, я ей все советую, как надо поступить, а она меня не слушает. Ты с ума сошла. В родственных отношениях, вы понимаете, да? То есть, мы все время, а потом есть еще такой момент, если мы переходим к рабочим моментам, да? Мы же с вами спасатели, мы же люди, которые помогают, да? И если кто-то попробует отказаться от вашей помощи, мы сразу начнем, понимаете? Родители мы же будем допекать. Вводите Васю. Скажите Васе. Ну, я же семь раз вам давала там рекомендации, задания и так далее. Поэтому, если вот вкратце сказать, что, в принципе, все роли всех устраивают обычно, да? Выйти из этого треугольника сложно. Значит, они позволяют, да, вот эти отношения, не брать на себя ответственность никому. Каждый играет свою роль и, собственно, пребывает. И получает кучу эмоций, да? А когда мы меняем роли, да, сам момент, да, дает некий всплеск. И вот эта вереница есть. То есть можно ли выйти из этого? Детей научить? Можно. Жертва может стать просто уязвимым человеком. То есть из серии того, что да, я знаю, здесь мне плохо или там что-то не хватает, но я, да, нуждаюсь в помощи. Пожалуйста, помогите в этом и в этом. Не просто я бедный несчастный, да, вот что-то. Спасатель, естественно, хотелось бы, чтобы стал помощником, да, на ситуации арбитром, да. Если мы говорим про ссору с Марьей Степановной, вернее, там, он меня сейчас ударил, помните, да, то есть можно быть арбитром, сказать о том, что теперь Вася там и Глаша, давайте посмотрим, да. Решайте сами, берите на себя определенные обязательства, да, компромиссы ищите сами. Я готова быть арбитром и соблюдать вот эти границы, да, потому что границ там, конечно, мало. Теперь следователь может перейти в уверенного лидера. То есть мы можем дать ему роль, да, пусть он, собственно, возглавляет сей процесс, но уберем агрессивность, уберем, соответственно, какие-то чересчур, ну, как сказать, залезания на личную границу. Ну, здесь я не буду, у нас, опять же, времени, могу сказать, что вы посмотрите, Малкин и Пых, значит, список того, что я терплю, то есть это вот такая есть методика, она действительно позволяет обозначить, что есть ядро вашей болезни, да, и что вам позволяет, если там про вас, про ребенка и так далее. То есть вот есть некий анализ, поэтому я могу сказать, что на тех занятиях, собственно, куда я вас тоже готова предложить, по курсу там эмоционального выгорания, да, там гиперактивность разная, просто структуры разные, мы разбиваем, действительно, на практические части, поэтому вы это сможете повторить, естественно, у себя на работе, ну, и со своей семьей тоже. Что касается органической речи, слова разрушителя, ну, это все понятно, да, побываем ой шкуре, это к чему идет? Все начинают сразу чесаться, да, шкура-то она, вот она, да, а если вы помните, что клетки одни и те же, что создают кожу, да, что и нервную систему, ну, я имею в виду в зародышевом варианте, то согласитесь, да, что реакция там, конечно, мощная. Поэтому это слова разрушителя, и если мы говорим, что на что влияет, то, соответственно, да, я что-то не перевариваю, и сразу почему-то желудок начинает болеть, да, значит, найти одушину, дать волю своему гневу, да, вот мне воздуха не хватает, это все оттуда. Это очень маленькие кусочки, вы понимаете, да, то есть если разбирать, можно и нужно разбирать, конечно, такие ключевые вопросы, но тем не менее, чтобы вы вспомнили, да, и свои слова, и опять же понимали, как говорит ребенок, как говорит его окружение, родные, да, в группе, например. Значит, и если мы говорим про сами проявления, то, вот, например, одно из самых частых, я надеюсь, звук сейчас пойдет, да, значит, самых частых это, ой, где она, ой, можно, да, а что там у меня это? В принципе, как всегда, мы можем сделать, вот часть презентации мы рассылаем, поэтому, если у вас было, то вы оставили свою часть. Значит, ну, бог с ним, здесь вот кусочек, у нас что-то с видео сегодня, видимо, вопросы. Это кусочек из «Ничего не страшно», помните? О том, что они идут, им страшно. Скажите, Александр Анатольевич, можно мне, ой, наоборот, вот так, секундочку. Я просто к тому, что там и страх, да, дети пошли, хотели поздравить маму, помните, да, ситуацию. Вопрос в том, что страх мы испытываем все, и всегда, и, в общем-то, это такое состояние, да, или там эмоции, скажем так, очень сильное. Эмоционерическое состояние, где страх находится. А где? Слышали, знаете, да? Действительно, в почках. И, опять же, у нас дети-то с энурезом часто встречаются, да? Причем, знаете, вторичный энурез, в том смысле, что он уже давно ходил на горшок, и вдруг оно открылось, и вдруг все понимают, да, что нет. И поэтому вот она табличка, она просто немножко растянута, да, то есть мы говорим, вот если страх, да, почки, то есть, возможно, заболевание почек, и что требуется, да, в данном случае, ребенку, взрослому, повторю, что это не, ну, не критично, да, ему нужны непосредственно душевные равновесия, да, потому что он должен, должен, опять же, слово красивое, но тем не менее, он должен переключиться, да, на то, что не все так страшно, не все так беспрерпективно, да. Значит, если мы говорим про слова, то вот, ну, здесь, здесь, наверное, тоже нет. Ну, ох, ах, вы вспомнили, да? Значит, состояние ох, ох, да, и ах, он восторженный, помните этот гномик или кто он там, да, то есть, и это некое такое состояние, и знаете, с одной стороны, это действительно работает, можно там считать, что это у нас, как сказать, эзотерика, да, если словом, ты себе внушил, но под всем этим есть достаточно научное, что называется, подтверждение. Вот не так давно, или 12 назад, открыли моторные зеркальные нейроны. Джакомо Резалатти, вообще бывший наш, что называется, соотечественник, во всяком случае, русские корни у него. Значит, ну, скажем так, он родился в Киеве в 37-м году, поэтому он, собственно, еще наш бывший соотечественник. Значит, что такое зеркальные нейроны? Знакомы же вам? Наверняка слышали. Ну, вкратце скажу, да, то есть, это те нейроны, которые позволяют, да, мысленно воспроизводить то же самое действие, которое в это время, собственно, да, происходит вокруг. То есть, смысл в том, что, вот, например, да, проводили опыты с обезьянкой, вот я фотографию поставила, обезьяна ела орехи, вот с удовольствием. В это время у него, соответственно, были натянуты, значит, все эти провода непосредственно и измеряли, собственно, воспользование коры, да, в разных зонах. И когда она, собственно, ела, все было окей, да. После этого у нее отложили, да, забрали вот эти орешки, они остались отдельно. Но она продолжала находиться в той же комнате. То есть, в принципе, были доступны ей те же самые орехи, но, во всяком случае, она перестала их есть. И задача в том, что в этот момент входит экспериментатор и начинает всяческим способом, что называется, показывать, что он сейчас эти орехи у нее заберет. И в это же самое время, поскольку понятно, что они снимали, да, у обезьяны начинают возбуждаться именно те зоны, да, которые были возбуждены в процессе поедания. Если мы говорим, допустим, про фотографию с опытом, да, фотографии, тоже достаточно такой классический, ну, с той точки зрения, что эти 12 лет, его там уже в разных нюансах проводили, давали испытуемым возможность съесть что-то, посмотреть, съесть что-то неприятное, да, посмотреть какую-то там на грустную картинку, что называется. В это время то же самое, да, делали замеры. К сожалению или к счастью, что называется, наша техника пошла, и вперед, и есть такая возможность, да, то есть не инвазивно внутри, а вот таким образом снимать данные. Так вопрос в другом, то что в это время, когда люди, собственно, что-то испытывали, у них не только инсфолограмму снимали, да, и у них еще им делали фотографии. И потом эти фотографии дали другой группе испытуемых. Эти испытуемые точно так же были подключены, соответственно, к исследованию, и в тот момент, когда они смотрели на фотографию, например, там кислого лимона, у них возбуждались ровно те же зоны, которые, собственно, возбуждались в этот момент. Примеров, на самом деле, можно проводить кучу, да, всяких. Почему? Потому что вы в этой жизни, в общем-то, сталкиваетесь, да, потому что это является основой, да, пониманием нами действий на верение. Мы же учим этого детей. Помните частяковую психогимнастику? Элементарно, да? Я сейчас как кошечка, а кошечка как? Она вот изогнула шейку, да, или там, что она там изогнула-то? Спинку, да? Она, значит, фурчит. Она, понимаете, да? То есть вы обыгрываете, да, эту кошечку для того, чтобы ребенок, в общем-то, ощутил вот эти вот понимания. И через какое-то время ребенок считывает эмоции других, да? Как я удивилась? А я вот так, а я рассердилась, да? И вот считывание, да, через какое-то время, то есть если ребенок видит эти эмоции, да, он, соответственно, через какое-то время может это проявлять. Способность сопреживания к эмпатии. Значит, на этом жиждится и процесс обучения, передача знаний, ну, вот как я, собственно, и говорю, да? Поэтому это научное, да, что называется, факт. Но существует... Знаете, одно дело, что там в мозгах, помните, как это, если бы вы увидели, что называется, или вспомнили, да, что глава предмет темный, и исследование не подлежит, помните? Так я, ладно, говорю, что там в мозгах, на самом-то деле есть еще и действия. То есть идиомоторные акты. То есть вопрос в том, что если вы начинаете думать и визуализировать, скажем так, думать или представлять какую-то ситуацию действенную, двигательную, да? Вот в частности, опять же, эксперимент с маячком... Маячком. Маятником, да. Значит, ставим его, да и, соответственно, вы, закрывая глаза, вы представляете себе, как он начинает двигаться. Ваша рука будет двигаться, он точно начнет раскачиваться. Вы представляете себе, да? Опять же, есть факт, опять же, для скалолазов, когда, собственно, они подходят к серьезной расщелине, их туда, собственно, влечет. Почему? Говорят, что, опять же, вот то, что было описано в литературе, о том, что им больших усилий, обычно, да, вот рассказы, стоит, чтобы отодвинуться от этой границы ледника. Исключительно почему? Потому что они себе это очень ясно представляют. Вы представляете себе, да, что происходит в мозгу? То есть мы можем не только себе это представить, мы, представляя это, по сути, воплощаем. Поэтому, знаете, эзотерика, эзотерика, повторю, что я то, что не подтверждено наукой, наверное, бы не стала рекомендовать. Но, с другой стороны, наука все же подтверждает, да, что наши эмоции, они живые. Если мы говорим про Черниговскую, помните, да, то есть Татьяна Черниговская, она говорит, она работала, там, и работает, да, с разными состояниями, но дело все в том, что все галлюцинации, например, да, люди, которые пребывают, и дети, я опять же видела ребенка с серьезными, жуткими ночными галлюцинациями, пауки по ней ползали, да, они реальны. Более того, они реальны на все пяти органах чувств. Понимаете, одно дело, я его себе представила, и где-то картинку увидела. Нет, они реально осязаемы, запах, ощущения и так далее. Поэтому, конечно, мы себе сами, в общем-то, эту жизнь можем и устроить. А если мы захотим заболеть, мы это можем, собственно, сделать. Поэтому аффирмация Луизы Хей, это такой самый, наиболее, в общем-то, известный специалист, который, в общем-то, помните, вот эта речь, которая неправильная, да, которая загоняет в тупик, да, органическая, да, речь, то здесь перевертыш, с той точки зрения, что я могу, я уверен, вместо я должен, например, да, я предпочитаю, я хочу. То есть, с одной стороны, как мы с вами говорили по треугольнику, помните, человек из позиции жертвы превращается в активного, мы говорим об этом тоже детям, но с другой стороны, из серии того, что не просто, Вася, все будет хорошо, Вася, скажи, у тебя все будет хорошо, все будет хорошо, но это, опять же, сложно, да, мы не подходим детализированно, то есть, все это должно быть, мне не страшно, я красивая, да, опять же, та же Луиза Хей говорит о том, что вы давно смотрели в зеркало, вот опять же, знаете, ходит на самом деле анекдот, какие педагоги неряшливые, вы слышали об этом? Не потому, что они все какие-то странные люди, но вопрос в другом, то что, переключаясь на другого человека, согласитесь, мы многие, да, забываем о себе, поэтому, чем дольше вы будете смотреть на себя, смотреть себе в глаза, тем, соответственно, легче будет ваше состояние в целом, поэтому, да, вот анорексия и булимия, я вот привела еще два варианта, смотрите, и там, и там страх, да, и потребность, в чем? Безопасности, да, значит, но в защите, но в данном случае, если мы говорим булимия, я отказываюсь от всех, я вот себя закрываю, да, то анорексия, он, собственно, такой более открытый, с той точки зрения, что он податливый, но во всяком случае, если посылом, да, я люблю и одобряю себя, да, то есть ребенок, или там взрослый, неважно, он должен, в общем-то, почувствовать это прежде всего, причем, опять же, Ирина Германова, говорит о том, что, понимаете, когнитивная терапия, она, естественно, имеет смысл быть, если мы говорим про узкоспециализированную, но до тех пор, пока человек не почувствовал, да, он сам не верит, поэтому, чем больше у вас будет именно арт подхода, опять же, продуктивная деятельность, рисование, танцы, все, что с этим связано, телесные, да, вот опять же, на курсе по гиперактивности, люди, которые у нас были, не соврут, мы даем элементы массажа, опять же, это не медицинская техника массажа, но это умение, да, влиять, дать настрой, согласовать, да, для того, чтобы в семье или там, соответственно, в каком-то коллективе, я имею в виду, педагогическом, да, все-таки появились здоровые люди, значит, что касается правил, ну, не поощрять, измерять, это все понятно, с одной стороны, да, то есть, это главное, но здесь, знаете, из серии того, что не нужно ничего делать специально, то есть, что имеется в виду, вот опять же, есть такая притча о стакане воды, слышали наверняка, но тем не менее, вот профессор на одной из лекций сказал, вот если я держу стакан воды, как вы думаете, что будет сейчас с моей рукой? Ничего не будет, вот я ее держу и держу, да, ну вот во время лекции я буду держать, я могу там как-то ходить, ну вот держу стакан и все, да, если я его буду держать там до вечера, что будет с моей рукой? устанет рука, да, ну в принципе она у меня будет более или менее, ну конечно, знаете, серии того, что куда бы положить, ну вот я его буду держать, а если я там сутки, двое, да, согласитесь, что уже от напряжения могут болеть руки, да, то я имею ввиду там кисти, запястья там, во всяком случае дрожание рук, еще что-нибудь, да, то есть, а что нужно сделать, чтобы я как-то избавилась от этой боли? Ну, держу стакан двое суток, поставить его на место, всего лишь, да, поэтому в данной ситуации, знаете, как опять же говорят доктора, да, признать то, что мы больны, с одной стороны, да, действительно, но с другой стороны, просто отставить эту ситуацию, понимаете, опять же, мамочки очень часто говорят, давайте мы его полечим, да, давайте мы его, что-нибудь, опедом наверняка, да, чтобы нам попить, да, иногда действительно требуется медицинская поддержка, и это правда, потому что физиология, а потом уже, извините, психология, но иногда есть мамочки, которым выгодно инфантилизировать ребенка, просто его сделать инвалидом, инвалидом, да, значит, ну и в данном случае это вторичная выгода, помните, то есть для кого и для чего это, собственно, было бы выгодно, да, значит, вот доктор Комаровский, надеюсь, нам поможет, сейчас, это пример того, да, вот, как часто болеющие дети. А это правда, что когда ребенок чихает один раз, это просто там, а здесь и три подряд, то это уже вирус, или это придумано? Нет. Это цикл, часто болеющие дети. Вы потом без меня посмотрите. Что-то там засохший комочек, слизи, пыль раздражает, слизистая пылочку носа. Мама, я один раз чихнула только. Ну и правильно, да? Да. Машунька. У тебя часто насморк, доченька? Ну да, часто. Расскажи нам. А у мамы бывает насморк? Иди ко мне, будем лечить маму. Мама, открывай рот нам. Открывай нам сильно рот. Цвети. Супер, отлично. А теперь мама ухо, давай сюда. А ну, так, отлично. Кого лечит детей или родителей? Тихо, 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 тихо. Ух ты, видишь какой, смотри, давай Сережа, подожди, не мешай. А теперь мама будет смотреть Машу. Давай я тебе. Нет. Мама Машу. Я тебя. Нет, все, все, никто не будет тебя смотреть. Вот так, вот что с ней делать, если ее невозможно посмотреть? Ребята, сейчас у нас проблем никаких нет. Знаете почему? Потому что я не собирался Машу смотреть. Я не собирался. Вообще никто не собирался смотреть. Если бы я решил Машу посмотреть, мы бы ее обязательно посмотрели. В любом случае. В любом случае. Если взрослый дядька принял решение, а ребенок изменил решение взрослого дядьки, то дядька должен пересадить уважать сам себя. Понятно? Вот что сделала девочка? Она просто ушла, да. А что сделала мама? Она организовала ее реакцию. Во-первых, она что сделала? Она объяснила, вот что с ней надо делать, если она всегда так. То есть она похвалила девочку, что она, собственно, еще раз сделала так, как нужно. Правда? То есть с одной стороны. С другой стороны, повторю, что это цикл, вот именно передача сама, о часто болеющие дети. То есть у девочки постоянно насморк. Если мы посмотрим по классификации, то есть, ну там вы увидите, то есть вот насморк, знаете, серия наполнилась до самого верха. То есть ребенок, по сути, физиологически отвергает, видимо, то ли заботу мамы, понятно, что я не знаю ситуацию. Но дело в том, что мама актриса, да, возможно, там как-то очень, скажем, эмоционально заряженная мама, да, не знают детали. Но вопрос в другом, потому что вы слышали, мама все сделала за девочку, да, и сказать о том, что девочка болеет, ей нужно только заболеть в какой-то ситуации, было бы достаточно, правда? А что мы делаем, когда болеем? По статистике, ну там 50, там 3 что ли процента, чуть больше, да, ну считаем половину, просто отдыхают, да, и как мы говорили, что это нормально с той точки зрения, что это нам позволит, ну то, что собственно организм требует, да, перераспределить силы, посмотреть, посмотреть. Вообще, по статистике американцев, только 30 процентов, американцы, знаете, считать умеют, значит, только 30 процентов пациентов соблюдают рекомендации доктора. То есть это не просто даже вот, что они там отдыхают в это время, да, что они даже не исполняют то, что им было назначено, представляете себе, да? Поэтому в данной ситуации, конечно, вот как говорит доктор нам, да, нужно сделать следующее. Правильно. Что мы перечисляем 4 направления действий для мамы. Там воздух, там питье, промывание носа, там увлажнение и так далее. Все это, ну совершенно не воспринимается ментально, как лечение. Лечение это когда? Он лежит, рядом тумбочка, на тумбочке стоит там батарея, флакончиков, это же нормально, да? Тут бегает бабушка с козьим жиром, с тазиком, попарили ноги, ну там обожгли что-нибудь, сняли горчичники, стало легче после того, что как сняли, естественно, и так далее. Все в пределе, и все друг друга хвалят. И 90 процентов горчичников, которые ставятся в этой стране, строятся потому, что люди думают о том, что скажет соседка или бабушка. А бабушка достаивает, потому что она с детства убеждена в том, что жизнь без горчицы заканчивается. Ну да. То есть это вот подход. То есть еще раз, понятно, что доктор Комаровский не последний, не единственный доктор, да, детский. Но подход его достаточно понятный, правда? Значит, с чего начать? Рекомендация, что называется, да? Значит, сначала нужно восстановиться взрослому. Если вы понимаете, что у вас вся группа болеет, согласитесь, что где-то бродит причина в виде, возможно, воспитателя. Возможно, что-то, извините, что-то не с вами, да? Почему? Потому что не то, что вы передаете вирусы, я не про то, да? А просто, что организованная ситуация, да, или вам, понимаете, да, состояние. Я не про то, что вы открываете окна, вы поймите меня правильно, да? А со словами что-то происходит. Если мы говорим о том, что, почему взрослому-то, надо же ребенка, это же у него там животик болит постоянно и так далее, да? Если мы говорим семейную ситуацию, то нужно маме восстановиться, да? Там папе, дедушке, кто там присматривает или приводит вам ребенка. Маску сначала на себя, да? Надел на него, сам оказался, а если не успел и так далее. Поэтому, конечно, взрослому. Проигрывать отношения я-он, да, очень важно. То есть проговаривать и, соответственно, верить в то, что мы говорим, визуализировать, помните, да? Поэтому, если мы говорим о том, что хорошо бы, вот когда я буду, да? Вот какая я взрослая, Или какая я выздоровевшая, да? Здоровая. То есть вы можете брать аспекты, которые нужны, но дело в том, что вы выводите ребенка на то, что, собственно, он должен себе это осознать, осязать. Помните, как опять же форма любви, да? Разрешить детям плакать. Помните, да, что 60 процентов, ну, с копейками, что называется, это бронхиальные, это запрет на плач. Опять же, вы это посмотрите в таблицах, мы, повторю, что на своих занятиях подробно разбираем каждый симптом и, соответственно, что можно с этим сделать. Ну, каждый, я имею в виду, часто встречающийся, да? Значит, ну, позволять, разрешая детям плакать. Смотреть, как организовать процесс, но, тем не менее, повесить зеркала. Согласитесь, что, да, чем чаще мы смотрим на себя, любуемся. Луизи Хэй, конечно, она там возвела это все, вот, любить себя и только, да? Ну, наверное, то есть, условно говоря, если она вам это не скажет, вы, условно говоря, про себя так сначала и не начнете говорить, да? Значит, позитивно мыслить, опять же, мы говорим про сказкотерапию. К сожалению, я сейчас сталкиваюсь с тем, что в Москве выводят специалистов узкого профиля как-то психологов из штата. Есть у вас такое? Сокращают психологов? Их выводят сейчас в конституционные, реабилитационные вот эти вот отдельные, да, структуры. И там, знаете, как, задача в том, что есть поток и не все знают, понимаете, друг друга лично. Условно говоря, есть время приема, как у того же, там, доктора, да? И не всегда возможно. Поэтому вы остаетесь ключевой фигурой для ребенка. То есть вы, в общем-то, да, не обладая, может быть, узкоспециализированными навыками, все равно имеет смысл, да, разруливать ситуацию. Потому что это ваша группа, это ваши, ну, клиенты, что называется, да, ваши дети. Это ваша, в конце концов, жизнь, потому что вы тоже в саду проводите достаточно много времени. Да? Значит, что касается развивать зеркальные системы, да? С одной стороны, улыбаться, а с другой стороны, организовывать среду таким образом. Помните, да, какие страхи показывают там в новостях. Банальный совет. Ну, просить родителей выключать телевизор при ребенке, ну, правда, надо было бы, да? Соответственно, если мы говорим про мультики, то есть Маша Медведь замечательный мультик, но, наверное, все-таки для взрослых, а не для детей. Да? Потому что есть определенные моменты, ну, я, опять же, не против мультика, но, тем не менее, могу сказать, что есть и другие, да, хорошие. Значит, научить кодирование, декодирование информации. Опять же, если мы говорим о том, что, там, я пропустила одно, да, наши дети, в общем-то, взрослые, вот, особенности, да, психосоматиков, они запрещают себе, они не чувствуют, они не чувствуют не внутри себя отношения, да, и, соответственно, у нас существует в обществе запрет на чувство, поэтому ребенка учим чувствовать, да, мы можем по телу показать, где у него радость, где у него сердитость, где у него, то есть, это вот такие, скажем так, приемы и техники, которые будут работать. А что касается кодирования и декодирования, то есть, это не только за счет этих зеркальных нейронов, да, считывать, так еще это вопрос в том, что перерабатывать информацию, понимать, поэтому это не только эмоциональная часть, да, вот психогимнастика частяковая, да, но это еще интеллектуальные, поэтому, извините, как бы не банально звучало, но блоки денежа для этого очень хороши, исключительно потому, что ребенок, понимаете, да, он научится анализировать, он сможет переводить из одного качества в другое, в другое, да, соответственно, он может анализировать по разным признакам, это кодирование и декодирование информации. Обратиться к специалисту-психологу, святое дело, я надеюсь, что все-таки вы сможете найти, да, какие-то аргументы, направить семью к психологу, пройти обучающие семинары по профильным темам. Мы действительно вас приглашаем, сейчас я посмотрю, покажу вам, какие у нас ближайшие темы будут, но, опять же, чем мы, не побоюсь слова хороши, да, тем, что мы даем практику. То есть я надеюсь, что все практические приемы, которые у нас есть, наши студенты, что называется, коллеги, все это используют. Значит, и, соответственно, вы можете ввести здорово-заберегающие технологии, то есть, соответственно, выделить эту часть работы, ну, соответственно, я думаю, договорившись с руководством, оно пойдет, потому что от этого есть реальный прок и результат. Значит, ну, из серии того, что что хочется, то и делаем, да, но вы понимаете, разные проявления, на занятиях, на курсе мы это все, естественно, поподробнее разбираем, да, и здесь, если вы посмотрите, визуализации много, да, соответственно, активности. Я буду листать, вы посмотрите, это такие достаточно. А, ну, давайте быстренько. Угу. Значит, задачи, это, в принципе, мы разбираем, я говорю, на занятиях, вот можете скорректировать, но я бы, в общем, даже обратила внимание, о том, что вот на курсе по игровых, на игровых технологиях, мы разбираем вот именно процесс воздействия группы, то есть, от совсем корригирующего эмоционального состояния, до эмоционального отреагирования, поэтому все эти групповые процессы, групповые игры, повторю, что в зависимости от того, есть ли у вас специалист узкий, сможет ли он вам помочь в работе, как я имею в виду воспитатели, или если вы сами педагог, психолог, или там логопед, вы понимаете, то есть группа может влиять друг на друга, и есть возможности, это игровые технологии, то есть мы проводим именно этот курс. Значит, и, например, опять же, вот вы можете посмотреть сайт, это немецкий, я когда-то его, на самом деле, на предыдущей, по-моему, на гиперактивности, я когда-то давала его, этот сайт, о том, что немцы придумали специальные игрушки, вот посмотрите, вот эта игрушка, вот черненький, это доктор, а слева, посмотрите, то ли волк, то ли барашек, то ли овца, не барашек, а овца, значит, изменение идентичности, непонятно, кто он, у него там молния, соответственно, выворачивается, как в одну и другую сторону, посмотрите, вечно боящийся, испытывающий жуткий страх, крокодил, соответственно, змейка, вот этот, кстати, бегемот интересен тем, что он сидит и играет в конструктор, вернее, собирает головоломку, вам он никого не напоминает? Наши современные дети, которые тихо сидят в уголку, ну, тихо это, конечно, под кавычками, но тем не менее, абсолютно нормально играют в конструктор, правда, и родители очень рады тому, что они не сильно мешаются, ну, хлюпает потом, ну, потом, соответственно, может быть от обратного, стать гиперактивным и так далее, ну, и, соответственно, в депрессии, такой астеник, это черепашка, значит, я вам хочу сказать, что они придумали электронные игры, но, в общем, вот есть возможность, понимаете, что я хочу сказать, что больны они, Вася, ты здоров, а он болеет, понимаете, да, то ли мы с одной стороны, то есть, повторюсь, что мы на занятиях разбираем разные случаи, но, что я вам просто как механизм, да, рассказываю, мы предлагаем Васе изменить роль, из жертвы стать спасителем, понимаете, да, с одной стороны, с другой стороны, он будет абсолютно четко уверен, что он-то здоров, потому что есть совершенно больной крокодил, понимаете, да, то есть, это все-таки механизмы, которые, в общем-то, дают пользу и работают, значит, чем интересно, и чем помогут вам наши курсы, с одной стороны, найти внутренний ресурс, вот слово ресурс, почему, а, написали, и осознать внешний, значит, повторяю, что внутренний у нас он есть, но его нужно поискать, потому что иногда мы перерасходуем, перерасходуем собственную энергию, да, а что касается осознать внешний ресурс, мы иногда просто, знаете, зашорены настолько, что не видим по сторонам, поэтому структурировав, обсудив, проиграв, понимаете, проболев, что называется, эту ситуацию, вы сможете для себя найти, если мы говорим про детей, собственных, воспитательных, да, каких-то, да, то есть вы будете понимать, где этот ресурс искать, то есть есть некий алгоритм поиска, происходит с окружающими, как нам с вами полезно, так, собственно, надо бы этому и учить наших подопечных детей, правильно, соответственно, точно так же проговаривается, план действий, то есть вы реально, вот на любых, вот повторю, сейчас покажу, да, план действий, что делать, то есть после наших занятий люди уходят, ну, не могу сказать, что прям конспекты, хотя понятно, что мы разбираем непосредственно упражнения, но с другой стороны, будет именно практический материал работы, значит, что касается начать и контролировать процесс, дело в том, что иногда, знаете, все идет как идет, и, соответственно, мы с вами сваливаемся в какой-то там синдром эмоционального горания, с одной стороны, да, а с другой стороны, все это начинает как-то вот надоедать, как-то отходит и так далее, поэтому получить какой-то импульс, с одной стороны, и научиться действительно, да, смотреть сейчас на ситуацию по-другому, было бы полезнее, но и станет интереснее и легче жить, это понятно, да, ну и, соответственно, вы сможете получить дополнительное время для себя, для своего здоровья, да, для своих личных каких-то отношений, ну и, соответственно, для целой семьи всей, да, значит, мы говорим про ближайший тренинг, это профилактика и компенсация профессионального выгорания у педагогов, специалистов, помогающих профессий, значит, цель, с одной стороны, снятие самого напряжения, с другой стороны, проживание, то есть это такой, по сути, тренинг, но посмотрите, еще раз, если вас командирует ваше учреждение, то вы сможете это повторить у себя, поэтому это именно с элементами обучения, курс, да, значит, соответственно, он состоится у нас в июне, вы уж понимаете, да, что сейчас мы сильно занятые, но к июню надо будет готовиться к Новому году, учебному, я имею ввиду, да, соответственно, имеет смысл, значит, Ерохина Людмила Анатольевна, это наш ведущий специалист, опять же, тот, кто будет здесь в воскресенье, мы вместе с ней читаем как раз лекцию по эмоциональному выгоранию, возможно, можете задать какие-то вопросы, ну, по поводу иллюстрации, я вам хочу сказать, вот такие к нам приходят, а зато, подняв хвост, помолодевшие, люди выходят, поверьте мне, потому что действительно иногда хочется и нужно бы обсудить это со своими коллегами, немножко пожить, значит, сказочные лабиринты игры, значит, мы рассказываем не столь о самих играх, инструкцию вы и сами можете прочитать, да, а вписываем это в структуру именно образовательной деятельности дошкольного учреждения, то есть вы сможете понять, с какими детьми, чем, как вы можете позаниматься, какие есть особенности, потому что логопеды применяют одним способом, да, психологи совершенно по-другому, воспитатели, в зависимости от возраста, и от опыта, и от задач, что называется, третий, поэтому мы обучаем, соответственно, есть возможность посетить, у нас есть два варианта, есть пятидневный, полный курс, вы посмотрите, да, в июне точно так же будет, и два дня будет обзорный, обзорный, это не в плане того, что мы называем сами пособия, да, повторю, что мы рассказываем не столь о пособиях, а о том, как логико-математический цикл, помните, я вам говорила, локодирование, декодирование информации, это все тоже туда, согласитесь, что там есть, может быть, не все в курсе, но тем не менее, есть материалы, которые дают непосредственно ребенку, гиперактивному определенные ресурсы, и так далее, то есть, о чем, собственно, мы сейчас с вами и говорили, значит, курс, вот, психологический прием работы с детьми, дошкольного, младшего, школьного возраста, веду я, это, соответственно, курс, который позволяет нам, с одной стороны, разобрать симптоматику, мы говорим, что это вегетатика, безусловно, но очень много психологических аспектов, и мы говорим о том, что это много соматических проявлений, да, значит, разбираем нарушения по профилю, даем технике релакса, и, как я говорила, да, вот арт-подход, в частности, даем, ну, я даю, да, практику массажа, точек рефлексогенных зон, то есть, в результате, вот, может быть, вы заставочку видели в начале, ну, тот, кто собирался еще, да, там вот был элемент, когда, собственно, мы вот буквально недавно проводили подобный курс, значит, ближайший из них будет, также, повторю, в июне, да, значит, здесь, обратите внимание, есть утренние дни, в смысле, время, есть вечерние, вы тоже, пожалуйста, звоните, если у вас есть какие-то вопросы, кстати, сегодня можете подойти к светоломинамин, если там вопрос какой-то задать, оставить координаты, что-то захотите выяснить, пожалуйста, значит, использование возможности песка в развивающих и коррекционных процессах, опять же, понимаете, никто вас юнгянской терапии учить не собирается, и это, естественно, делается в другом месте, и в другое время, и за два дня, понимаете, сделать из вас песочного терапевта никто не сможет, не потому что вы особые, а вопрос в том, что цель другая, повторю, что сейчас выводятся специалисты, вы являетесь как воспитатели, как логопеды, как социальные педагоги, я просто повторю, что не совсем знакомы, да, со структурой нашей сегодняшней аудитории, но вопрос в другом, то, что люди в полях, они сейчас ключевые для ребенка, и поэтому, естественно, в песочнице ребенок играет, они могут, детки, я имею в виду, отреагировать, вы можете откорректировать, вы можете направить, а если вы понимаете, что ситуация большая, глобальная, вы сможете порекомендовать обратиться уже к специалисту, но это будет не просто вам бы Васю подлечить, да, а это вот уже в таком, ну, доверительном отношении с родителями, да, соответственно, Людмила Анатольевна Ерохина, повторю, ведет, да, есть два варианта, да, пять дней и три дня, утреннее время, вечернее время, да, для кого как, просто имейте в виду, значит, курс логический блоки Дьениша, значит, у нас есть логико-математический цикл, и я хочу сказать, что мы очень много, сами работаем, я имею в виду, в нашем центре, да, но плюс ко всему, правда, рекомендуем, опять же, задача не пересказать те пособия, которые выпускает там тот же Корвет, да, там, производители, я имею в виду, и прочее, задача, опять же, вписать это в структуру, есть детки с определенными потребностями, да, как говорят, умственно усталые, есть у вас специализированные какие-то учреждения среди, поднимите, пожалуйста, руки, да, ну, все-таки немало, спасибо, да, а есть дети, которые, соответственно, ходят к вам, условно говоря, да, на кружок по дополнительной подготовке к школе, например, есть такое у вас, понимаете, да, одним нужно так, другим нужно так, и на занятиях, что называется, есть возможность продемонстрировать методическое, да, использование, потому что, если вы посмотрите, производители иногда путают на самом-то деле кодировки, потому что один автор так закодировал, помните, там, тетеньки, дяденьки, да, толстенькие, контурные изображения, в другом случае толщина дается просто, ну, тенью на пособие, я имею ввиду, понимаете, если не знать структуры, будет трудно не то, что ориентироваться, понимать вообще, а зачем оно, да, значит, что касается палочек кюзинера, работайте с ними, шикарное, замечательное, да, действительно, там, Валентина Павловна Новикова, да, соответственно, очень много интересно рассказывает об их использовании, я вам могу сказать следующее, что поскольку мы практики, есть возможность показать, как это действует еще и в практической зоне, да, с той точки зрения, что это не только, как бы, конспекты методические, да, подходы, а действительно, как это работает, и повторю, что с разными вариантами аудитории медудетской, да, значит, развивающие игры Никитинах, замечательное, может быть, там, знаете, сейчас опять воссоздающееся направление, опять же, детьми и внуками Никитинах, вот буквально в этих же стенах неделю назад проходил фестиваль, кто-то участвовал? Замечательно, правда? Я сама не смогла приехать, у меня был рабочий день, очень такой активный, но я просто хочу сказать, что вот там, не знаю, всю свою практику, я использую игры, и мы, собственно, с внуками уже разговаривали не один раз, да, и, соответственно, есть что показать, есть что рассказать, я надеюсь, что они тоже найдут возможность приехать к нам на курс, как, собственно, обещали по играм Никитинах, но, во всяком случае, согласись, что когда коллеги могут обменяться, я могу сказать, что я с этими Никитинскими, я имею в виду, играми, в частности, с уникубом, встречалась в 6-й психиатрической больнице, когда стажировалась у Анны Яковлевны Ивановой, то есть, понимаете, это, в принципе, советское, ну, 91-й год был, да, но я хочу сказать, что это работает, а для тех, кто, собственно, сейчас имеет возможность это использовать, есть нюансы, то есть, повторюсь, что не все, что написано в инструкции, и, конечно, в многое литературе, которую Никитины там издавали, значит, ближайшие курсы, да, направления обучающих семинаров, денежки, кюзинер Никитина, будет вот в данных числах, да, веду его я, значит, использование игровых методов в работе с дошкольниками, то, что я говорила, помните, да, то есть, игровые, вот прям вот как влияет группа, какие, собственно, игры, то есть, наша задача не набрать вам игры, мячик кидайте так, слова такие-то, ну, предыдущие, пожалуйста, да, сфотографировали, так вот, я о чем, о том, что этот курс ведет Людмила Анатольевна, а, сейчас скажу, да, значит, ну, давайте прервусь, скажу, Александр Анатольевич мне подсказал, у вас, кто взял, есть расписание на руках, если нет, вот оно здесь есть, выходя, вы сейчас можете взять, здесь и даты, и стоимость, и наши контакты, и варианты, так что сможете, но если сфотографировали, замечательно, значит, что хочу сказать, что вот это игровые техники, то есть, опять же, наша задача не научить вас играть с детьми, хотя это тоже было интересно согласить, что молодые специалисты, не все понимают, как к ребенку подойти, конспект составляли, а как вот поиграть-то, в общем-то, нет, более того, иногда очень странно, знаете, что про меня подумают коллеги, если вдруг методист узнает, ну старший воспитатель, сократят, уволят и все остальное, то есть, в нашей ситуации, в безопасной ситуации, с мало, прежде всего, знакомыми людьми, можно будет научиться и проигрывать какие-то ситуации, но с другой стороны, именно создать схему работы с определенными психосоматическими, в частности, проявлениями у детей, значит, когда он организуется? В июне, тоже вот данные числа, 5 дней, 3 дня, ведет Ерохина Людмила Анатольевна, 2 дня я. Значит, работа с отношениями, с полными метафорических карт. Я сегодня, как раз, когда гуляла по ярмарке, обнаружила о том, что гипернейтон Юль Борисовна, видели, да, создала карточки. В общем, все, весь мир идет туда, я так понимаю, да, то есть, это действительно иносказание, да, Зинкевич и Сигнеева, да, все там, да, но с другой стороны, как мы, собственно, сегодня увидели, чем больше мы визуализируем, чем больше мы для себя объясняем, тем, в общем-то, более структурировано или лучше, да, что называется, наше будущее, да. Значит, это однодневный, да, семинар, значит, 30 июня. Значит, если будут желающие провести его раньше, понимаете, да, то есть, соответственно, звоните, проведем раньше, он, в общем-то, достаточно легкий. С удовольствием, повторяю, что люди разбирают свои какие-то определенные проблемы, а с другой стороны, понимают методику, да, что, что, и ресурс, помните, я говорила, ресурс найдем. Значит, лаборатория, сейчас она у нас проходит, скажем так, это открытая группа, значит, с элементами обучения. То есть, задача в чем? В том, что приходят любые специалисты, любые, ну, у нас просто родители есть такие заинтересованные, которые ходят, разбирая собственные определенные зажимы, трудности, да, соматические проявления, вы имеете возможность проговорить это, но и также получить именно схему, да, алгоритм, скажем так, диагностики, это, соответственно, у своих близких, что называется, или у детей, или у коллег, вы там посмотрите. Эмоциональная поддержка. Ну, и опять же, помните, мы говорили, да, то есть, надо улыбаться, сказки, да, то есть, вот сказки мы сочиняем. То есть, вот эти темы, которые мы берем, то есть, еще раз, вы чтобы четко понимали, я абсолютно считаю, что у нас, очень хороший специалист, который вам профессионально не будет обучать вас, там, не знаю, работе со сказками, понимаете, да, делать из вас именно терапевта. Вопрос элементы и техники. У нас центр, который занимается игровыми технологиями, поэтому, разобрав технику, вы сможете, собственно, ее проявить сами. Значит, и когда он находится, значит, ближайшее, это 17 апреля, значит, раз в месяц, по воскресенью, в течение дня, значит, это есть возможность. И заключительное объявление, значит, смотрите, те пособия, которые, собственно, мы используем в практике, а это блоки денежа, палочки кюзинера, игры Никитины, до 31 апреля у вас есть возможность получить скидку в 15%. Если вы при заказе укажете марафон 2016, то вы на весь ассортимент, я имею в виду, игры Воскобовича, игры Татьяны Саны Борчан, игры Корвет, там, блоки палочки Никитин и так далее, посмотрите. В принципе, если вы заглянете на наш сайт, то у нас самые недорогие цены, а еще получить от них 15%, на мой взгляд, в общем-то, приятно. Насколько я понимаю, что разница с существующими ценами, то, что я сегодня слышала, это где-то 120-130 рублей, то есть дешевле. Поэтому вы посмотрите, если кому-то действительно это нужно, бесплатная доставка, обращаю ваше внимание. Единственное, что не забудьте марафон 2016 указать. Договорились? Поэтому это, наверное, все, что я хотела сказать. Если у вас есть вопросы. Спасибо. Буду рада с вами еще раз встретиться. Расписание здесь. Субтитры сделал DimaTorzok